Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня я хочу ответить на ваш вопрос, где многие спрашивают, что в Германии готовят к Рождеству. В Германии есть такой обычай, на Рождество собирается семья. Вечером обычно подают салат из селедки, или картофельный салат с колбасками. А на следующий день, уже первый день Рождества, тогда уже празднуют за общим столом. И тогда подают, в основном, гуся, рождественского гуся. И я вчера позвонила фрау Тиде и поговорила с ней, что же готовят еще здесь, в нашей Северной Германии, на Рождество. Она сказала, что готовят тоже гуся, обязательно подают гусю красную капусту. Капусту эту покупают в дозах, ну, банка, в магазине. Обычно никто не заморачивается, не готовится. Разогревают ее, кто-то добавляет туда мандаринки, тоже из дозы, из банки. Кто-то делает по-другому немножко. Но у каждого есть свои рецепты. Кроме гуся, в некоторых семьях готовят карпа. Они называют карпфангбляу. Так можно приготовить любую рыбу. В принципе, по-моему, это отваренная рыба, слегка под кисленой воде. Чтобы он был такой белесый. Но меня как-то не привлекает это блюдо своим видом. Готовят кролика. Очень многие покупают кролика к Рождеству, готовят кролика. Готовят индюшку. Я готовила тоже индюшку один раз. Но дети как-то не одобрили. Поэтому я буду готовить гуся. Кроме этого, сейчас в наше время, в современное время, очень многие готовят фондю. Фондю это такой котелок с маслом. Готовится сырое мясо. Ну, не только мясо. Мясо, сыр, бывают овощи, грибы. И каждый, кто сидит за столом, посреди стола стоит это кипящее масло. И каждый берет на палочку, натыкает то, что ему хочется попробовать, покушать. Опускает в это масло и жарит для себя сам. Также он сам посыпает специями по своему вкусу. Вот. И кроме этого, делают раклет. Раклет это тоже... Ты сам выбираешь продукты, которые уже подготовили для тебя. Укладываешь это на такие маленькие сковородочки и ставишь в электрическую грильницу внутрь. Но кроме этого, ты можешь поджарить кусочки мяса на гриле. Это как на сковородке на сухой. Вот это называется раклет. Но ни фондю, ни раклет я никогда не готовила. И думаю, что готовить не буду. Я готовлю гуся. А сейчас я вам хочу показать... У меня есть такой замечательный журнал. Я взяла. Вот. Что предлагает этот журнал к празднику Рождества. Ну вот. Журнал предлагает опять вам запеченного гуся праздничного. А как гарнир к нему, он предлагает салат из красной капусты и розмарин клюзхин. Вот так. Кроме этого, предлагается филе лосося, запеченное в, скажите мне, блетер тайг. Это слоеное тесто. И как гарнир готовится к этому шпицколь. Капуста это острая такая, остроконичная капуста и пюре из фасоли. Ну. Капуста, смотрите, капуста присутствует везде. Вот здесь предлагаются ножки утиные. И опять предлагается розенколь. Или у нас это брюссельская капуста. Бюссельская или салойская. Путаю все время. Ну, такая капуста, которая растет маленькими качанчиками. И запеченные яблоки тоже предлагаются к этому кутиным ножкам. Так. Вот здесь предлагается сделать голубцы из краснокочанной капусты. Для меня это, кстати, тоже очень новое. Голубцы из краснокочанной капусты с грибами и... Ну, как сказать, картофельные таляр. Таляр. Таляр, но это вообще-то деньги. Ну, картофель, это такие лепешечки, скажу больше. Так. А вот здесь предлагают сделать говядину запеченную. И кроме этого полента, это пшеница, по-моему, полента. Бельхин. Значит, пшеничные шарики и... Тыквенное пюре. Вот такие блюда предлагают на Рождество приготовить. В этом же журнале, кроме этих фотографий, есть полные рецепты этих блюд. Поэтому, если я что-то выберу для себя, то я могу спокойно это все приготовить. Есть набор продуктов, есть все, что вы захотите. Но наше меню уже утверждено. Ну, вот. Я вам показала, что предлагают журнал приготовить на Рождество. Какие рецепты. И кроме этого, сказала, что обычно готовится на Рождество. Но я вам уже рассказывала, что мы утвердили свое меню. У нас на Рождество будет гусь. Не целиком. Не люблю гуся целиком. Почему не люблю? Когда он уже приготовится. Во-первых, готовить его сложно. А когда он уже приготовится, потом его в горячем виде разбирать на части очень трудно. Поэтому я всегда разбираю его в холодном виде, на аккуратные кусочки. Обязательно обжариваю предварительно, прежде чем отправить в духовку. Я его отправляю в духовку в специальной такой кастрюле керамической. Тогда он запекается, как в русской печке. Это очень шлем-ортопф называется. Это очень интересно и хорошо. Я добавляю в соус овощи, конечно. Тушу, нет. Просто там и лучку положу, и морковочки. Яблоки не ложу. Не люблю. Не люблю печеные яблоки. Не люблю моченые яблоки. Не привычна. Северянка. К таким яблокам не привычна. Для меня лучше брусники кинуть. Ну вот как-то так. Кроме этого, Даниэль предложил сделать шашлык. Он у нас теперь грильмайстер. Этот новый гриль, он его, конечно, обхаживает. И ему хочется с ним работать, потому что это новое, большое, красивое, много огня. Ну вот, как-то так. Кроме этого, я гусю приготовлю розмарин, картофель. Есть рецепт на канале. Это просто картошечка, мелкая картошка в монтире, которая будет запекаться в духовке до румяной корочки. Ну и посмотрю, какие салаты или что я еще к этому приготовлю. Я еще не подумала. Ну подумаю. Обязательно подумаю. Дети соберутся обязательно. Каждый год собираются. Правда, очень тревожно из-за короны. В прошлом году нам пришлось праздновать раздельно. Но очень хорошо, что мы живем в одном доме, две семьи. Поэтому мой второй сын был у моего старшего сына в гостях. Было ограничено количество гостей. А дочь с детьми и мужем были у нас. Но они, конечно, время от времени посещали друг друга. Бегали друг к дружке. И когда уже открывали подарки, то все собрались у нас, потому что подарки были здесь. Но так как мы открываем подарки или как мы готовим эти подарки, все вы еще увидите. Оставайтесь на канале. До новых волнущих встреч. И всем пока-пока. До новых встреч.